Привет, друзья! Сегодня в обзоре у нас спортивные часы японского бренда Casio коллекции G-Shock, модель G-9000. Это серия Madman идет, то есть часы идут с дополнительной защитой от грязи и вибрации. Ну, так же, как и все модели Casio G-Shock, они являются противоударными. Корпус и браслет данной модели выполнены из полимерного материала. Вот так часы выглядят на руке. Небольшая толщина. Аккуратный сам дисплей часов, то есть негабаритный. И довольно легкий вес. Рассмотрим сам дисплей часов поближе. Маркируется сам бренд Casio. Информация о том, что здесь серия Madman. На самом электронном дисплее идет календарь с указанием дня недели, месяц, число и время. Если вы нажмете в этом режиме на вот эту вот кнопку один раз, вы измените формат времени. Вот 16 на 4 поменялось. Ну, и появится индикатор PM, что будет означать о том, что... Ну, немножко тут скрыт. Вот где тень. Появится индикатор PM, что будет означать время после полудня. Каждый выставляет так, как ему удобно. 12-часовой формат времени или 24-часовой формат времени. За подсветку отвечает вот эта вот кнопка. Нажимаете. Здесь электролюминесцентная подсветка. В темноте будет достаточно четко все видно. Есть автоматическая подсветка, которая позволяет включать сам дисплей часов при движении руки относительно земли на 40 градусов. Чтобы включить автоподсветку, нужно зажать вот эту вот кнопку и подержать некоторое время до тех пор, пока не появится индикатор авто. Вот появился индикатор авто вверху, где 12-23. Это означает, что автоподсветка включена. Теперь, когда мы будем вот так вот вращать, ну, перемещать руку, для видео так показываю, будет загораться дисплей часов. Все работает и все меняется. Ну, я отключаю автоподсветку. Вот. Ну, она садит батарею. Вот, все отключено. Так, далее. Рассмотрим сам функционал часов. Из функций тут у нас есть. Переключаем функцию, нажимая левую нижнюю кнопку. Кнопку Mode. Есть секундомер 1. Есть секундомер 2. Дальше у нас таймер обратного отсчета. Кстати, таймер обратного отсчета с повтором. Здесь установлен дальше у нас идет мировое время, а будильники. СНУС – это функция повтора звонка. Он будет звонить каждые 5 минут в течение 7 раз. Ну, нажимая на вот эту кнопку, вы видите, есть будильник 1, будильник 2, будильник 3 и 4. И СИК – это ежедневный сигнал. То есть, часы могут издавать каждый час звуковой сигнал. Все это мы отдельно рассмотрим, когда будем рассматривать предмет на каждую функцию. Еще раз кнопку Mode. Здесь мировое время. Вы можете просматривать время в столицах. В инструкции к часам указывается, что мировое время рассчитано на 48 городов. Дальше нажимаете еще раз кнопку Mode. И обратно мы выходим в наш текущий режим. Так, рассмотрим функции подробнее. Секундомер первый включается, нажимая на правую нижнюю кнопку. И начал свою работу. Для того, чтобы его остановить, опять на эту же кнопку. То есть, это кнопка старта и стопа секундомера. Для того, чтобы его обнулить, нажимаем вот эту вот кнопку. Вот эту кнопку. И секундомер наш обнулится. Дальше нажимаете кнопку Mode. Появляется второй секундомер. Принцип действия его точно такой же. Вы нажимаете вот эту кнопку и запускаете. Тут есть Lab секундомер и Split секундомер. Внизу под видео будет инструкция к часам. Вы можете подробно узнать, как пользоваться. Если вам есть необходимость в использовании промежуточного финиша. Либо измерения кругов. Дальше нажимаем еще кнопку Mode. Попадаем в таймер обратного отсчета. Единственное, я не сказал, что секундомер позволяет измерять 999 часов 59 минут и 59,99 секунд. Ну, то есть, практически 1000 часов. Это один из самых максимальных секундомеров по длительности у бренда Casio. Дальше. Таймер обратного отсчета позволяет отчитывать от 1 минуты до 24 часов. Это таймер обратного отсчета с повтором. Рассмотрим, как выставить таймер обратного отсчета. В этом режиме зажимаете левую верхнюю кнопку. Держите некоторое время, мигая значение наших часов. Изменяете значение часов, нажимая на кнопки с правой стороны. Выставляете значение часов. Еще раз кнопку Mode. И переходим к настройке минут. Выставляем значение минут аналогичным образом. Ну, для видео, в принципе, любое значение. Абсолютно не важно. Еще раз кнопку Mode. И это означает, что таймер обратного отсчета 1 установлен. То есть, без повтора. Если вы нажмете правую нижнюю кнопку, это означает, что здесь будет повтор. И еще раз нажимаем кнопку Mode. Здесь Off есть. И если нажмете на эту кнопку, то будет On. Здесь вы можете установить звуковой сигнал для процесса обратного отсчета. То есть, в начале каждой пятой минуты за 30 секунд до окончания отсчета прозвучат 4 коротких сигнала. Вы можете проверить. Оно все работает. Нам, в принципе, не обязательно это. Ну, пусть Off будет дальше кнопку Mode. Нажимаете. Мы обратно вернулись к настройке нашего таймера обратного отсчета. Для того, чтобы сохранить значение, нажимаете на левую верхнюю кнопку. И старт таймера обратного отсчета на правую нижнюю кнопку. Таймер обратного отсчета начал свою работу. По истечении этого времени прозвучит звуковой сигнал. И таймер обратного отсчета снова начнет свою работу. Так как мы его выставили с повтором. Так он может работать до 8 раз. Производить повтор времени отчета. Останавливаем. Нажимаю на правую нижнюю кнопку. И сбрасываем таймер. Нажимаю на правую верхнюю кнопку. По аналогии с секундомером. Кнопка старта-стопа. И кнопка обнуления. Так, далее. Нажимаем кнопку мод и попадаем в режим будильника. Так, сейчас настроится. СНУС. СНУС это повтор звонка. Как я говорил, он будет звучать каждые 5 минут 7 раз. Ну, в принципе, выставляется он аналогично, как и любой из этих будильников. Ну, мы рассмотрим, как выставить любой из будильников. Ну, например, второй. В принципе, без разницы. Зажимаете левую верхнюю кнопку. Мигает значение часов. Выставляете часы, нажимая на кнопки с правой стороны. Вот то, что в начале видео я говорил. Немножко тяжеловато нажимать в мадманах на вот эти кнопки. Но зато будет классная защита от грязи. Ещё раз кнопку мод. Жмёте. Мигает значение минут. Ну, выставляете минуты аналогичным образом. Допустим, 4.03. Сохраняете. Нажимая на... А, ну тут ещё вы можете... Тут вы можете выбрать конкретно дату, на когда вам нужен будильник. В принципе, тут видно 8, 9, 10, 11. 12 месяцев. Ну, и если ещё раз нажмёте кнопку мод, то можете выставить и конкретно на какое число будет звучать данный будильник. Ну, нам не принципиально важно. Это вы можете сами проделать и проверить его работоспособность. Я показываю, как выставить просто будильник и как им пользоваться. Нажимаете левую верхнюю кнопку и тем самым будильник будет включён. Здесь появляется индикатор ALM, что будет означать, что будильник включён. Вот, ALM немножко он видно. А если вы хотите отключить, ещё раз нажали. Вот, будильник будет либо включён, либо отключён. Нажимаю на вот эту вот кнопку. Сам будильник звонит вот так. Длительность звонка будильника составляет 10 секунд. Вот, ну, затемнение. Вот, два означает, что будильник включён. Ну, вернее, это третий будильник. Вот, так же включаете и выключаете. Дальше. Четвёртый будильник. Если вы хотите его включить, точно так же нажимаете на вот эту кнопку. Появилось небольшое затемнение, там где 4. Это означает, что включён четвёртый будильник на 12 часов. Ещё раз нажали. Затемнение исчезло. Будильник будет отключён. Ещё раз кнопку с правой стороны. Жмём сиг. Это ежечасный сигнал. Если вы его включите, то часы будут издавать каждый час звуковой сигнал. Вот так. Включаем его. Нажимая вот эту вот кнопку. Появился чуть выше сиг, маленький индикатор сиг, который означает, что сейчас он включён. Ещё раз нажали. Индикатор исчез. Часы не будут издавать звуковой сигнал. Каждый час. Так. Ну, и аналогичным образом настраивается каждый соответствующий будильник. И режим снуз. Функция «Ещё поспать». Точно так же, как и тот пример, на который я показал вам. Ещё раз кнопку «Мор» жмёте. И попадаем в режим мирового времени. Тут 48 городов. Изменяете значение кода города, нажимая на кнопки с правой стороны. В инструкции к часам внизу под видео будет полностью расшифровка всех столиц, которые тут имеются. Вы можете посмотреть, как они обозначаются. Ну, и нажимая на кнопки с правой стороны, вы можете изменять время. Вот Лондон, Каир, Париж, Рим и так далее. В принципе, всё работает и всё меняется. Это стандартное мировое время. Функция, которая есть практически во многих спортивных часах. Ещё раз кнопку «Мот» и мы вернулись в наш текущий часовой режим. Теперь рассмотрим, как настроить эти часы. В этом текущем часовом режиме зажимаете левую верхнюю кнопку и держите некоторое время до тех пор, пока не начнут мигать наши секунды. Если вы нажмёте на кнопку с правой стороны внизу, наши секунды обнулятся. Это необходимо выполнять в том случае, если вы хотите добиться максимально точного времени. Например, выставив время по часам с радиоконтролем. Ещё раз кнопку «Мот» и «ДСТ Офф» означает, что здесь есть зимнее и летнее время. Он, индикатор, переведёт значение на час вперёд, «Офф» на час назад. Дальше кнопку «Мот» жмёте и попадаем в режим выбора вашего часового пояса относительно УТС 0. Здесь плюс 2 установлено было, это мой часовой пояс. Каждый выставляет правильно свой часовой пояс. Вот всё меняется и всё работает. Ещё раз кнопку «Мот» жмёте и попадаем в настройки нашего времени. Изменяете значение часов, нажимая на кнопки с правой стороны, на верхнюю и нижнюю. Нижнюю в плюс или в минус. Ещё раз кнопку «Мот» значения минут аналогичным образом. Меняете ещё раз кнопку «Мот» жмёте. Значение года. Год здесь до 2099. Здесь полностью автоматический календарь. Нажимаете на кнопки с правой стороны и всё меняется. Ещё раз кнопку «Мот» жмёте. Здесь выставляете значение месяца. Ещё раз кнопку «Мот» значение текущей даты, нажимая на вот эти вот кнопки с правой стороны. Ещё раз кнопку «Мот» и обратно мы вернулись к нашим секундам. Для того, чтобы сохранить все изменённые нами значения, нажимаете на левую верхнюю кнопку один раз. Все наши настройки будут сохранены. В этих часах есть небольшая фишка, иначе называется флэш-подсветка. Она включается, если вы нажмёте вот эту кнопку. Флэш-подсветка – это подсветка, которая относится к секундомеру, к таймеру, к режиму будильника, то есть функционалу часов, когда будет звучать звуковой сигнал будильника или таймер обратного отчёта будет заканчивать свою работу, будет кроме звука издаваться, кроме звука будет ещё и мигать свет самого дисплея. Вот, ну и включается он, нажимая на вот эту правую кнопку, держите некоторое время. Вот, мигал, и вот здесь вот появился флэш. Затемнение появилось о том, что означает, что сейчас включена функция флэш. Вот, ну и выключается аналогичным образом. Держали, поддержали и исчезло. Вот. Стекло в данной модели используется минеральное, оно достаточно устойчивое к царапинам и к большому атмосферному давлению. Безусловно, поцарапать такое стекло можно, поэтому к часам нужно относиться аккуратно. Оно немного утоплено, поэтому чуть-чуть есть и вот защита за счёт этих бортов. Водозащита в этих часах, как и во всей коллекции Casio D-Shok, составляет 20 атмосфер или 20 бар, иначе в ряд 200 метров. То есть в этих часах можно купаться, нырять, погружаться на воду. Есть куча видео, где и обычные пользователи, и официальное видео Casio, которые проводят над этими часами, там насчёт вибрации, насчёт морозостойкости данных часов. У меня на канале тоже есть видео, где я провожу замораживатель часы и проверяю их работоспособность. Внизу под видео вы можете найти это видео, ссылку на это видео. Ну и традиционно рассмотрим заднюю крышку, что там маркируется. Сейчас настроится. Так, ну маркировка тут идёт, как обычно, бренд Casio. В прямоугольнике указывается модуль часов. Собственно, по этому модулю вы можете найти инструкцию на любом языке. Ну, напомню, внизу под видео будет ссылка на инструкцию. Сама модель G9000. Stainl Steel Back означает, что стальная только задняя крышка, следовательно, материал корпуса может быть иным. В нашем случае это полимерный материал. Made in Thailand. Сборка фабричный Таиланд. Далее, информация по водозащите Water Resist 20 бар. То есть, в часах можно хорошо дружить с водой. Но на кнопке всё равно нажимать в этой серии часов нельзя. Имейте это в виду. И рекомендуется после использования в морской воде промыть обычной проточной водой до полного высыхания. Подождать и только тогда пользоваться этими часами. Mad Resist и Madman это серия часов Madman. Ну, крышка корпуса крепится к корпусу часов при помощи четырёх винтов. Гарантия на все модели Casio G-Shock. Ну, в принципе, на все модели Casio. Официальная гарантия от производителя составляет два года на механизм. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, моё видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья, мира и добра. Будьте счастливы.